Сейчас свет выключу. О, вот так нормально, прям слепит, когда в лицо светит, на лицо, блядь, типа, а, я конкретно сказала, что пойму, не уйду, не убегу, она молчала, блядь, зачем ты это сказал, ну ладно, хорошо, это был хороший манипулятивный метод, ты ее такой, типа, я не уйду все равно, ты мне скажи правду, и она такая, да, он не уйдет, я скажу правду, она молчала, от всех вопросов уходила, сказала бы, я же помаду купил же, блядь, Максимка, мы с тобой должны пойти на стендап, отвечаю. О, Марсель, ты жив? Ехать за девушкой, не любят на первом свидании, слышать такие вопросы. Ну, видишь, тут другая ситуация. Бля, вы еще, вы слушайте дальше, там, ладно, она то, что сказала, это, ладно. А че, че потом было, вы слушаете? Привет, да, я просто дома. Катн? Посмотри на свою аватарку, потом увидишь Катн. Блин, Марсель, надо было не блокировать их телочеку, посмотрю, чего он ответит. Ой, Вильчик, привет. На усеки, да, успел, успел. Тут один рассказывает продолжение своей любовной истории. Сон момент дальше, любовный треугольник, да. Бывший ее, говорит, брат, крыка холодно, одевайся теплее, здорово, береги себя такое. Бывший ее пишет ему, представляете? Ее бывший ему пишет. Я говорю, там что-то ненормально, может, они немножко от того. Это так похоже на мою учительницу. Блин, были бы очки, я бы показала, что такое учительница. Это как моя улыбка, ей-богу, должна быть у меня на лице. Каждый раз это пишут, каждый раз я ржу. Я просто сижу только на чистом. Бывший, увел бывшего, получается? Нет, он ее даже еще не настоящий. Она меня любила. Потом ночью пишет, типа, сначала хотел отдалить тебя от нее, а сейчас наоборот. Блядь, я вообще, я не верила. Знаете, вот, отдельно честно тебе признаюсь, ты когда мне это писал, я думаю, бля, может, он уже сочиняет, типа, ну, чтобы как-то раскрасить историю. Может, ты для меня эту историю сочиняешь дальше, продолжаешь. А когда ты скинул скрин, я вообще охуела. Столпим стеклом очки, которые, да, да. Да, вот, когда ты скрин скинул, вот тогда просто все вопросы отпали. Привет. Бывший увел нынешнего, точнее будет, да. Блин, кстати, вот, реально, бывший, когда видит, что новый парень появился, они что-то там пытаются сделать, ей доказать. Просто взял и увел. Вот, он вообще четко работает. Лилит, это кто? Чьи-то отношения обсуждаете, да. Своих нет, почему бы чужие не обсуждают? Ребята, ау, так нельзя же. А он сам рассказывает. Он сам попросил. Зашел послушать умную девушку. Я тут думаю, что ты что-то продолжишь. Там не отношения, а свидания. Ну, блин, у него в голове уже там чуть ли не дети. Блядь, это волосы эти. Я как мамка такая. И сегодня, как я уезжала с Карага, она пишет, привет, ты уже уехал. Кстати, Аня, тебе потом ничего не писала. Значит, хотела погулять. Что за тема завязываете, не суди. Он сам рассказывает, блин, вы чё? Я тут при чём? Он сам рассказывает, сам хочет услышать мнение. Что-то не смешно от этой истории, да. Я тоже думала, я честно думала, что Адиль уже сочиняет. Что это неправда. Но он мне потом скинул скрины. Мама Люба. У меня бабушку Люба зовут, так что давайте не будем убежать Любу. Она писала, да. Чё писала? Я хотела погулять, хотела с тобой увидеться перед въездом. А я жду, пока банька топится. Давайте ещё, Асеки, давай-давай. Адиль, у тебя всегда интересная история. Давайте кто-нибудь что-нибудь расскажет. Может, можно без имён. Я просто свои, Асеки, уже рассказывала. И как-то люди, кто здесь сидит, большинство знает эти истории. Покажите эту мадам. Блин, кстати, жалко то, что, допустим, в Инстаграме ты можешь показывать, в эфире, ну, смотреть галерею. И подписчики могут посмотреть тоже. А, допустим, здесь нельзя. Блин, Адиль, тебе нужен Оскар. Отвечаю. За самого верного парня, который даже ещё не парень. Мне нету на бюсах, когда я спросила, я ехала, что случилось, она ответила, ничего. Ну, конечно, уже ничего, потому что ты уехал, чё писать-то? Ой, бай, что-то все на светло. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот так. Ой, нет, теперь слишком темно. Просто моя биполярка. Ой, нет, 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 стой, стой. Вот. Так пойдёт. Забей. Много других замечательных девушек. Ой, нет. Василий, да? Ты не слышал всю историю изначально. Тут человек понимает, на что идёт, что он делает. Ты этим зарабатываешь? Да, я консультирую людей насчёт отношений. Сегодня. Привет, Арстан, у тебя как дела? У всех отношения а-ля Улю. У меня нет отношений, поэтому я гоняю всякие протяжи. Но только по собственному желанию. Человек сам рассказывает, хочет это обсудить, тогда мы обсуждаем. Если нет, то нет. Она не меркантильная. Вы понимаете слово меркантильность вообще? Давайте разберём это слово, это понятие, раз оно очень часто относится у нас к девушкам. Ваши понятия меркантильности. Хорошо. Только для взрослых. Что? Лучше всех, как у тебя. Всё отлично. Как Вероника Степанова. Что, что, что? Что-то я пропустила. Если есть в KFC, значит, не меркантильная. Знаете, в Астане, допустим, очень модно на первую встречу вести девушку в кофе-бум. Это проверено. И, ну, это не знаю. Если она поехала с тобой в кофе-бум, это не значит, что она не меркантильная. Если ушла, пусть идёт. Пусть идёт. Пойбай по рукам, пошло такое время. Короче, если она тебя отказала, значит, она шлюха. На вебку снимаешься. Я же здесь сижу, блядь. А так бы в рейстик захотела бы. Да, кофе-бум. В Астане, допустим, у парней это очень модно. Отвезти в кофе-бум. Не факт, что вы даже внутри будете кушать. Возможно, вы будете кушать в машине. Типа романтик. Но это ладно. Потом вы едете, несмотря на то, что вы на тачке, вы не едете кататься. Вы едете гулять в парке. Конечно, у всех разные понятия, да, о первой встрече и так далее. Но мне кажется, это как-то должно хотя бы обсуждаться. Возможно, не всем нравится гулять. Вдруг я болею, да. Ну ладно, это уже другая тема. Так, расскажи, какое твое первое свидание должно быть. Знаешь, мне... Я не знаю. Я не говорю, что оно какое-то должно быть. Это зависит от интереса к человеку, наверное. Если мне он очень интересен, я могу там и на лавочке с ним посидеть. Мне похуй будет. Непринципиально. Нужно тоже попробовать Киевси завести. Блин, ну в Киевси на первое свидание я не ходила. А, нет. Я ходила в Боргер Кинг. Это было на втором курсе. Но для меня это был тогда уровень. Примерно мой уровень развития. Я такая... Шучу. Блин, я не обсираюсь, что это просто шутки. У нас все на суши водят, блин. Кому что нравится? Кто что любит? Доширак, да. Вообще, вообще, есть же бигбоны, дошираки, которые вот в таких готовых пачках. Просто дома набрал, вынес ей. Вот нажри. Нет, ну вот скажи, куда. Потому что нам, парням, важно, чтобы девушке понравилось. Вот я об этом и говорю. Зависит от интереса от моего к тебе, от твоего ко мне и соответственно. Если у нас одинаково высокий интерес друг к другу, мне будет без разницы, куда ты меня поведешь, а тебе будет интерес меня как-то удивить. Вот ты правильно написал, да, чтобы девушке...